Рано обрадовались. Строительство административного здания на проспекте строителей возобновилось. Уже неделю жители наблюдают, как застройщик делает свое дело, ни на кого не обращая внимания. А ведь, казалось бы, вопрос решился еще в середине октября. Народ взбунтовался, приехал замглавы администрации Александр Матвеев, выслушал недовольных и пообещал вопрос решить. Тогда из разговора жители поняли, что стройку запретят через суд. Судится будет администрация, которая, собственно, это и разрешила. Но вот начало декабря, работы в самом разгаре. Мы совершенно не имеем никаких прав. Как сказали с высокой трибуны, что мы быдло. Так что мы действительно, что ли, быдло? Конечно. Ну неужели вот нас, ну как можно нас гнобить? Последнее, что у нас было, нас отняли. Вот посмотрите, мы радовались, ага, снежок выпал. Сейчас бы наши детки снеговиков лепили, на лыжах катались. Где теперь, чего нам это делать? Наша телекамера снималась с четвертого этажа. Видно, что рабочие собираются строить всю зиму. Установили вагончик, где можно передохнуть и согреться. Этот мужчина, скорее всего, прораб и, видимо, дает наставление подчиненным. На заборе, наконец-таки, появился паспорт будущего объекта, но жители называют его Филькиной грамотой. Информации по минимуму и единственный контактный телефон не отвечает. Кроме того, жители уверены, что по площади строящиеся здания больше заявленного ранее. Я сама видела разрешение на строительство здания в 394 квадратных метра. Сам забор стоит, периметр забора 30 на 30 с лишним метров, а фундамент лежит по периметру практически всего забора. Нам кажется, что именно поэтому и не был вывешен своевременно щит о строительстве, где должен был предполагаться план здания и фотография здания, поскольку строят здесь совсем не то, что собирались построить, на что дано разрешение. На территорию, где идет строительство, никого не пускают. Жители видели, как спилили еще одну березу. И как остановить такое самоуправство, непонятно. Строители с нами говорить не хотят. Нас просто грубо вышвыривают из-за забора. Вопросы никакие, ответы мы получить не можем. Хотелось бы услышать, что думает по этому поводу администрация. Потому что все жители находятся в крайней степени негодования. Мы готовы опять выходить на улицу. Администрация ждет решения суда, куда обратились недовольные жители. Александр Матвеев настаивает, что землю мэрия предоставила в аренду законно. Если суд решит, что мнение людей необходимо учесть, значит, стройка будет запрещена официально. Вот только тогда, в октябре, по словам очевидцев, тот же Матвеев давал более категоричное обещание. А было это, напомним, в преддверии эстафет Олимпийского огня. И жители Клятвина обещали перекрыть дорогу факелоносцу, если не прекратится застройка их двора. Вот им и наобещали с три короба. Продолжение следует...